Одна из главных новостей сегодняшнего дня завершился важный этап расследования убийства известного политика Бориса Немцова. СКР впервые официально назвал фамилию предполагаемого заказчика преступления. Это бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухуддинов, которого также подозревают в организации убийства. Он скрывается от правосудия. Четверым фигурантам сегодня предъявлено обвинение в убийстве по найму. Скоро они начнут знакомство с материалами дела. Подробности в репортаже Кирилла Брайнина. Одного за другим фигурантов громкого дела ведут по коридорам Следственного комитета. Сегодня четверым участникам убийства Бориса Немцова предъявили окончательные обвинения. Это Заур Дадаев, Шаид Губашев, Тимирлан Искерханов и Хамзат Бакаев. Анзору Губашеву обвинения предъявят в ближайшее время. Причастность всех обвиняемых к совершенному преступлению полностью подтверждается собранными доказательствами. В том числе заключениями более 70 сложных судебных экспертиз. А это и ситуационные, фонографические, психологические, молекулярно-генетические и комплексные криминалистические экспертизы. Приобщены к материалам уголовного дела и записи с камер видеонаблюдения. В том числе установленные на местах убийства, а также подходы и отхода нападавших. Кадры камеры видеонаблюдения. Темная фигура, появившаяся из-за снегоуборочной машины по версии следствия Заур Дадаев. Именно он, как говорят в следственном комитете, и стрелял в Бориса Немцова поздним вечером 27 февраля. С Большого Москворецкого моста киллера увезла машина с сообщниками, о которых он сам потом рассказал на допросах, признавшись в убийстве. Впрочем, позже от своих показаний отказался. Заказчиком этого преступления в СК считают Руслана Мухудинова, бывшего офицера батальона «Север». С ноября 2015-го он в международном розыске. Предположительно скрывается где-то на Ближнем Востоке. Уже в следующем месяце нового года следствие планирует завершить расследование по основному уголовному делу. Ну а собранные материалы предъявить для ознакомления потерпевшим и их представителям. Ну а затем уже обвиняемым и их защитникам. Адвокаты обвиняемых сегодня тоже были в следственном комитете. Защитники Хамзата Бахаева, например, заявили, что их клиент в вину признавать отказался и настаивает на очной ставке с остальными фигурантами дела. А представители Тимирлана и Скирханова намерены добиваться суда присяжных. Роль наша в этом убийстве такая, что мы посредством сети интернет следили и осуществляли перевозку участников этой группы. В своем допросе Скирханов заявил, что участников данной группы он узнал только на избрании меры посечения. Их его познакомили, познакомило само следствие. Находящегося в розыске Руслана Мухудинова следствие, впрочем, не считает единственным заказчиком убийства Бориса Немцова. Есть также и другие неустановленные лица. Они станут фигурантами отдельного уголовного дела. Адвокат дочери Немцова уверен, точку в расследовании еще предстоит поставить. В громком расследовании был еще один подозреваемый Беслан Шаванов, но при задержании он подорвал себя гранатой. Что же касается уже арестованных исполнителей, то следователи установили роль каждого из них. Судебный процесс пока предположительно может начаться в марте. Кирилл Брайнин, Екатерина Овсянникова, Валерий Жичкин, Артем Тихонов, Дмитрий Матюшин и Илья Журавлев. Первый канал.